Привет, мои дорогие! С вами Оксана. И сегодня я предлагаю вашему вниманию обзор одежды с китайского сайта РомВик. Кому это интересно? Оставайтесь со мной, если кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. Конечно же, с наступлением холодов хочется гардероб свой немножечко пополнить теплыми вещами. Что-то более комфортное, более утепленное. В общем-то, с этой же целью я и зашла на сайт посмотреть и выбрать что-то для себя и показать вам вещицы, которые бы именно нам пополнили вот эту недостающую деталь в гардеробе. А именно, что-то тепленькое, курточки, какие-то свитшоты. В общем, там большое количество всего вот этого подобного. Но я старалась, конечно, заказывать и выбирать для вас, для показа именно те вещи, которые я не видела в обзорах других девчонок. И, конечно же, из-за своего любопытства и интереса я заказала вещи, которые, в общем-то, я надеюсь, помогут вам взглянуть по-другому на китайские сайты. И, может быть, сделать заказ и посмотреть, подойдут они вам или нет. Так, все ссылки на вещи, которые я сегодня покажу, я оставлю под видео, подпишу, что и по какой ссылке можно посмотреть. Первая вещица, которую я хочу показать вам, тоже заказала, потому что, в общем, не видела я вот этой вещи ни у кого у девчонок на сайте. И картинка там была довольно-таки невзрачная, но, в общем-то, заказала, оказалась классная вещица. Посмотрите, какая замечательная штука. Это свитшот под горлышко, ткань утепленная. Я изнутри покажу, как она выглядит. И посмотрите, какая комбинация цветов классная. Это сочетание розового, припыленного, белого и насыщенного серого. То есть, комбинация вот этого свитшота с различной одеждой, юбкой, брючками может быть очень-очень даже такая широкая цветовая гамма. От розового, от голубого до белого, серого, черного. В общем, такая универсальная вещь, она свободненькая, она довольно-таки длинная. Сейчас покажу, я вам хватит, у меня возможности нет. Она закрывает попу, она очень хорошо подойдет, кстати, девчонкам на высокий рост. Вот она, я ее подворачиваю, посмотрите, как много я ее подвернула. И с напуском ее можно носить, потому что здесь вот такая вот резинка, тоже из этой же серой ткани. И вполне можно носить ее вот так вот с напуском. Она свободненькая, еще раз повторю, приятная телу. И рукав мне идеально сел. Вот на размер 42-44, этот размер у меня S. Идеально мне подошел вот этот размерчик. Классная штука, девчонки, посмотрите. Можно ее одевать и под курточку, и под зимнюю какую-то одежду. И вот так вот в одиночном, конечно, варианте она классно выглядит. Вот этот цвет шок мне очень понравился. Одела и снимать не хочется. Рекомендую, девчонки, посмотрите. Так, приступаем к следующей вещи, которую я заказала с этого сайта. Но эту вещь, это платье, вернее, я уже видела в обзорах других девчонок. Но почему-то все обзоры, которые я видела, этого платья, сейчас покажу, были в сером цвете. Ни один обзор на черное это платье я не нашла. Девчонки, может быть, я плохо искала. Напишите мне, скажите. И решила посмотреть, как же это платье выглядит в черном цвете. Оказалось классно. Мне, честно говоря, в черном цвете понравилось это платье больше. Серый цвет, он как-то более спортивный. Ну уж прям чисто спортивный вид, чисто домашний вид. А вот в черном цвете вполне можно выйти в нем и на улицу. Вот этот контраст этого принта и черного цвета, классно. Вот этот вот цвет, он даже не совсем черный, а больше к какому-то графиту приближен оттенок. Само платье классное. Замочек по спине. Такой вот функциональный, хорошо расстегивается. Но для того, чтобы это платье одеть, не обязательно расстегивать замочек. Я думаю, что большую декоративную функцию играет. По бокам полноценные классные карманы, комфортно. Руки складываются в эти кармашки. И длина у этого платья отличная. То есть на высоких девчонок у меня метр пятьдесят восемь. Как я говорю, когда хорошее настроение метр шестьдесят. Но до метр семьдесят пять это платье будет отлично выглядеть. Рукав на манжете резинки. По низу нет манжета резинки никакой. Да, и на спине с задней части шлица. Сейчас покажу. Шлица тоже так аккуратно выполнена. И само платье это так сидит по фигуре. Теплая ткань изнутри. Сейчас покажу я вам. Сама ткань немножко с ворсом. Я, честно говоря, вот это платье заказывала для того, чтобы ходить дома в нем в холодное время. И оно немножечко такое на флисе. Ну, телу приятно. Отличное платье. Посмотрите. И по рукаву тоже идет вот такой же принт. По поводу вот стирки отойдет вот эта вот наклейка. Нет, я не знаю, девчонки. Но у других девчонок смотрела, кто заказывал вот в сером цвете вот это платье. Говорили, что все нормально. Но я еще не стирала. Попробую. Еще и пока не планирую его носить. У нас еще пока тепло. Пока еще жарко. Но думаю, что оно свою службу послужит в холодное время. Это самое то, что нужно. Еще раз повторю, девчонки, что вот в черном цвете вполне носибельно. Носите и мне дома вот это платьице. На себе покажу, как оно выглядит. И, девчонки, длина у этого платья очень хорошая. Она ниже, вернее, колен. Много ниже колена. Вот так вот я вам покажу. Возможности нет больше отойти подальше. Так, платье мне это очень понравилось. Тепленькое, приятное к телу. Думаю, что вполне можно носить его и не только дома. Куда-то выйти, в магазин. Идеально. Вот этот вот принт тоже классно выглядит. Думаю, что это платьице будет классно смотреться с какими-то грубыми ботинками, на шнуровках, с какими-то заклепками. В общем, платье тоже мне это очень понравилось. И, да, девчонки, скажу вам по составу вот этот свитшот. Я вам не сказала. Размер S тоже заказывала. Здесь шея написано. И состав, и изнутри покажу, как он выглядит. Потому что тоже такая вещь изумительная. Мне она очень понравилась. И рекомендую вам заказать тоже. Не пожалеете. Классненькая, тёпленькая. Вид вообще отличный. И по составу... Так. Катон 85%... Ой, извините. 35% катон, 60% полиэстер и 5% спандекс. Состав отличный. Тоже не мнётся. Вот в том состоянии, в каком она мне пришла, я на ночь повесила, повесела. И, в общем-то, ни одной из вещей я не гладила. И сама ткань, вот эта вот, изнутри немножко с утеплением. Я вот заказывала серый костюм с прорезями тоже с ромви. Качество такое же. Тоже изнутри немножечко с утеплением. И внешняя сторона вот такая вот гладенькая. Все вот эти вот полосы, они одинаковую фактуру ткани имеют, только по расцветке отличаются. Ну, вообще тоже классная штука. Носить буду с удовольствием и рекомендую. И, конечно же, в этом заказе я не могла обойти стороной куртки. Там большой ассортимент курток. Кстати, на сам сайт тоже ссылку оставлю. Посмотрите, может быть, вы подберете и для себя что-то, какую-то вещицу. Не именно то, что я вам показываю. Курток там большое количество. Вот ту курточку, которую я заказывала, вот так вот она выглядит. Вот эта куртка была там еще и в розовом цвете. Но я уже заказывала с ромви, по-моему, куртку тоже типа ветровки в розовом цвете. У меня уже есть, и мне интересно было, любопытно посмотреть, как же выглядит курточка. Это вот именно в зеленом цвете. Она полностью, вот эта куртка, кстати, соответствует той картинке, какая представлена на сайте. То есть цвет один в один, вот в частности вот этот вот изумрудный такой зеленоватый, салатовый. Я не знаю даже, как этот цвет определить. И он как-то и хаки в себе сочетает. В общем-то, цвет отличный. Не знаю, как по поводу розового цвета, но вот что касается вот этой зеленой, это суперно. Покажу поближе. Сама по себе куртка напоминает вот эту ткань, как вам сказать, что-то среднее между джинсовой и хлопком. Замок пластиковый на этой куртке, карманы боковые. По низу есть вот такая вот отстрочка, но самой кулиски нет. То есть она без кулиски, в свободном таком ниспадании. Но выглядит она классно. И на рукаве вот такой лейб. С капюшончиком. И сейчас покажу, как она изнутри выглядит. Пластиковый замок тоже хорошо раскрывается. И изнутри эта куртка выглядит вот так. Да, кстати, это курточка на подкладе. То есть такого же цвета, как и сама куртка, подклад. Вот камера немножко, вот эта ткань подкладочная и отблеск дает. Поэтому серый оттенок немножко на камере передается. Но на самом деле это ткань подкладочная и ткань куртки один в один цвет совпадает. Изнутри куртка шита идеально. Никаких ниточек у меня не было, когда она пришла ко мне. В общем, идеально куртка выглядит. На подкладе капюшон. Капюшон не продублированный. То есть такой вот легкий просто ткань. И все. Но выполнен вполне аккуратно. Аккуратная курточка. По рукаву, по самому. Самому вот такая манжета на резинке. Куртка классная. Качество отличное. Цвет прекрасный. Буду носить. Девчонки, показываю. Что касается размера и состава. Я вам не сказала. Размер тоже есть. Я заказывала. И это стопроцентный котон. За счет того, что да, вот эта вот ткань сама котон. Но подкладочная ткань, естественно, не котон. Естественно, полиэстерен. Почему-то они тут не указали, что это вот полиэстерен. Это не котон. Не стопроцентный котон. Вот так вот эта курточка выглядит. Показываю, как эта курточка выглядит на мне. С передней части имеются вот такие боковые карманы. Удобно расположены. Сама курточка длинноватая. Она не короткая. Она закрывает заднюю часть. Вообще по размеру она мне села идеально. Вот так вот выглядит рукав. Тоже длина рукава идеально мне села. Она подошла по плечикам. Плечи, кстати, тут вот слегка приспущенные. И на одном рукаве имеется вот такая наклеечка. Она нашитая. Думаю, кому-то если не нравится. Но мне очень нравится эта куртка. Классная. Капюшон имеется. И замочек сейчас расстегнулся. Замок хорошо расстегивается. Вот эту куртку, кстати, девчонки, я вам рекомендую. Классная куртка. Такой полноценный капюшон у этой куртки. Так вот со спинки выглядит это. Курточка мне это очень понравилось. Носить буду с удовольствием. Вам рекомендую. Присмотритесь. Размер S у меня. Свой размер 42-44. В общем, села она идеально. Ее качество отличное. Ткань плотная довольно-таки. ХБ, да, стопроцентный катон. И внутри имеется подклад. Да, кстати, посмотрите. Там много одежды появилось новой, которую я раньше не видела. Стараюсь, конечно, выбрать что-то особенное, что-то интересное для себя, и чтобы вам показать, в общем-то. Стараюсь, как могу. Пишите свои комментарии. Мне будет очень интересно узнать, что понравилось вам, что не понравилось. На этом все, мои дорогие. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok